Интернист Сегодня такой день, вроде бы 13 число, является у нас каким-то таким своеобразным днем Хотя мне по жизни, наверное, везет с 13 числом И тема у нас сегодня достаточно сложная И тема действительно сложная Сложные синдромы В этот день у нас идет дождь, я не знаю, как погода обстоит у вас Я смотрю, что присоединяются из разных мест доктора Я очень рад, что вы нашли время, коллеги И вы нашли какую-то возможность и техническую, и среди своей занятости Присоединиться все-таки к нашему мероприятию Пусть оно хотя бы и заключительное, наверное, на этот весенний по институтской привычке семестр Я вижу, что разные города И Челябинск, и Байконур, и Приозерск, и Чебоксары, и Алтай, и даже Казахстан Свердловская область, Ульяновск, Тверь То есть наша география с вами очень большая И Москва, и Киров, и Псковская область Я буду рад, коллеги, если вы будете проявлять активность Как я вижу уже по нашему чату И Петербург, и Омск, и Новосибирск Будете проявлять активность Я буду очень вам признателен Поскольку тема сегодня действительно сложная Тема, наверное, не охваченная Какими-то клиническими рекомендациями, стандартами И на самом деле очень сильно достающая нас с практической точки зрения Потому что пациенты приходят к нам в большом количестве И многие из них действительно жалуются на какие-то очень странные Сложные синдромы или симптомы Симптомы, как хотите их называйте Которые не всегда имеют однозначный вариант решения, коллеги Не всегда имеют однозначный вариант решения То же самое касается запаха изо рта Привкуса во рту И каких-то других непонятных на первый взгляд симптомах О которых практически ничего не написано в литературе Однако огромное количество информации висит в интернете Которая подсказывает нашим пациентам Как им поступать, что делать Какие причины могут этому способствовать Но давайте попробуем начать разбираться в этой проблеме И если вы будете высказывать свои предположения В плане дифференциального диагноза Будете писать в чате Возможно, например, такое-то состояние связано с подобным заболеванием Как вы считаете? Потому что здесь нам потребуется некоторая коллегиальность И если вы проявите активность в своей коллеге, это будет вообще прекрасно Надеюсь, что у нас все получится Поэтому давайте приступим Итак, сложные синдромы Конечно, их очень много И, конечно, в рамках нашего, наверное, маленького коллеги Маленького в рамках медицины Очень маленького курса Мы не можем все осветить в подробностях и деталях Как, например, это можно позволить себе сделать В рамках обычной стандартной лекции Или какого-то мастер-класса, который я частенько провожу Поэтому попробуем концентрированно, пристально посмотреть на некоторые проблемы Под тем углом зрения, как же все-таки нам проводить диагностику В первую очередь наша вот эта вот программа весенняя посвящена диагностике Осенью мы с вами надеемся, что встретимся снова И у нас будет программа, посвященная лечению различных состояний, синдромов Наиболее часто встречающихся в практике Я прошу вас подумайте, какие новые темы были бы вам интересны С какими новыми темами есть проблемы в диагностике, в лечении И я думаю, что у нас получится осветить все ваши пожелания В рамках нашей с вами осенней сессии встреч Ну а сложные синдромы давайте остановимся на каких-то Наверное, рейтинговых, что ли Рейтинговых, с которыми пациенты чаще приходят по статистике Это запах изо рта Действительно, многие пациенты испытывают какие-то неудобства, связанные с запахом изо рта И приходят к нам, предъявляя подобные жалобы Кто-то из пациентов либо как основную жалобу Либо как дополнительную в рамках нашего с вами опроса Сообщает о привкусе во рту Кто-то говорит, что у него есть налет на языке Кто-то жалуется на ком в горле, тошноту Кто-то говорит о том, что эпизодически раз в месяц, например, у него встречается рвота И что же делать с этой рвотой, однократной, но повторяющейся постоянно Ну и, несмотря на кажущуюся простоту Я добавил в самом низу, видите, анемический синдром Почему? Потому что есть некоторые сложности и затруднения, связанные именно с анемией Вот буквально сегодня я принимал такую пациентку, которая очень пугалась падения гемоглобина И не понимала, с чем это связано Я думаю, что на общей тактике мы немножечко с вами заострим внимание Почему? Потому что анемия зачастую имеет прямое отношение к желудочно-кишечному тракту Как в плане диагностики причины, вызвавшей анемию Так и в плане лечения Это же препараты железа, с ними очень много связано В том числе и нежелательных реакций со стороны именно желудочно-кишечного тракта Поэтому поехали Запах изо рта или плохое дыхание, как говорят пациенты По разным данным, конечно, статистика здесь не самый достоверный способ Потому что не все пациенты с плохим дыханием приходят ко врачу Но то, что регистрируется, это около 15-30% пациентов, обращающихся за медицинской помощью Большая ли это цифра, коллеги? Я думаю, что большая Это каждый третий Каждый третий может иметь потенциально запах изо рта или плохое дыхание И, конечно, огромное количество причин, которые могут приводить к этому плохому запаху изо рта Или несвежему дыханию, плохому дыханию Эти пациенты идут куда? Как вы думаете? Они идут к терапевту, это само собой разумеющесть Они идут к врачу общей практики Они идут иногда к стоматологу Ну и чаще всего приходят к гастроэнтерологу Считая, что запах изо рта или плохое дыхание Оно же идет изнутри Поэтому оно и связано, конечно, с внутренними состояниями заболеваниями с желудочно-кишечным трактом Есть даже ситуации, описанные в литературе, когда из-за запаха изо рта люди умирали Ну, к счастью, это встречается не часто Это связано с тяжелыми заболеваниями О них мы сейчас тоже скажем Но по какой-то превратности судьбы Или не знаю, как это назвать по-другому Почему-то получается так, что люди, которые имеют реальный запах изо рта Они не обращаются к врачу за медицинской помощью Потому что чаще всего они сами его не чувствуют А им никто об этом не сообщает, что у них появился запах изо рта И именно по этой причине около четверти обратившихся То есть каждый четвертый, я обращаю ваше внимание, коллеги Обращается потому, что ему кажется Ему кажется, что у него пахнет изо рта И это состояние в противоположность Галитозу запаху изо рта Мы называем галлитофобия То есть боязнь того, что у человека пахнет изо рта И дифференцировать эти две группы пациентов бывает крайне сложно Крайне сложно Но вот у пациента 93 лет гиперсоливации, около 2 лет На ФГДС гастрит и ППА очень малоэффективно Что же делать? Давайте разбираться Как раз этому, я думаю, что и будет посвящен наш следующий слайд Если мы откроем с вами интернет То в интернете пишут просто сумасшедшие вещи Смотрите-ка Один из примеров того, что пишут сайты для пациентов О запахе изо рта Жуткий запах изо рта не из-за желудка, как вы метко спросили Варианта всего два в интернете Это либо онкология, либо глисты И вот иллюстрация показывает нам Какого-то, простите, паразита Живущего в миндалинах у пациента И создающего запах изо рта Ну, конечно, коллеги, это миф Конечно, это избыток ипохондрии у пациентов Паразитофобии и прочее, и прочее Касательно B12-дефицитной анемии и атрофического гастрита Мы с вами коснемся у больных с резекцией желудка По поводу злокачественного образования Ну, вот это как раз та ситуация, когда можно подозревать, что злокачественное образование может вызывать запах изо рта Но давайте вернемся к здравому смыслу, коллеги Запах из-за злокачественного образования, в том числе полости рта Или слизистой оболочки полости рта Или лорорганов в принципе Касается только маленькой категории пациентов Это, кроме того, что онкология этой локализации встречается редко Только часть из этих пациентов имеет бессимптомную картину И тогда опухоль, достигая стадии распада Выделяет определенный запах То есть это совсем запущенный случай Если такой пациент пришел бы к лору раньше Он гарантированно не испытывал бы проблем с запахом Он наверняка думал бы о лечении онкологии полости рта Поэтому B12-дефицитную анемию Конечно, мы будем лечить с вами добавлением витамина B12 Здесь другого варианта нет Если есть дефицит сформированный, тогда однозначно Если есть атрофия, которая препятствует каким-либо образом всасыванию витамина B12 Мы можем его вводить либо внутримышечно И тогда компенсировать состояние, компенсировать тот дефицит Если причина не устранима, как, например, атрофический гастрит Тогда у нас с вами есть только один вариант Это постоянная или длительная терапия По мере необходимости под контролем Регулярным контролем анализа крови Который позволяет нам идентифицировать уровень витамина B12 в организме Татьяна Ивановна, как всегда, задает хорошие вопросы И если бы мы остановились на интерпретации УЗИ-картин органов пищеварения Например, признаков хронического холецистита и так далее Мы обязательно на этом остановимся Но уже, наверное, не сегодня, а осенью, коллеги Поэтому глисты, конечно, отпадают Мы с вами должны внимательно посмотреть на этот слайд И обратить внимание на те органы, которые нам, безусловно, знакомы, коллеги Обратить внимание на возможные источники запаха Где же, вы считаете, могут находиться эти самые источники запаха Которые как раз и приводят к тем симптомам, с которыми пациенты обращаются Может быть, я буду несколько скороспешным Но только сейчас я заметил, что на этой картинке Пожалуй, что не хватает одной из причин запаха Расположенной в головном мозге Потому что картинка не иллюстрирует эту часть головы у данного пациента Хотя у многих действительно это является причиной появления запаха Давайте посмотрим, где у пациента потенциально могут находиться источники Потенциальные источники могут находиться На этой иллюстрации я покажу наиболее частые причины в рамках их рейтинга И первое, это, конечно же, непосредственно полость рта Это непосредственно полость рта, в которой, к сожалению, много процессов Влияющих на образование неприятного запаха Это и межзубные промежутки Которые не всегда возможно прочистить И которые, к сожалению, не всегда видят стоматологи Хотя сложно на сегодняшний день найти стоматолога Который откажется лечить пациента И скажет, что у него нет даже банального кариеса И может предложить даже провести какую-то чистку Но вот, тем не менее, пациенты приходят с запущенными зубами Кроме того, различные генгивиты, поражения слизистой оболочки полости рта Тот же самый язык, который имеет достаточно большую площадь И на этой площади возможны различные процессы Ну вот, как вы говорите, гласит действительно одна из причин запаха изо рта Парадонтоз обязательно Генгивиты и прочее Иногда процессы связаны со слюными железами И тогда мы можем увидеть определенные черты этого запаха Синдром избыточного бактериального роста тоже верное предположение Однако здесь механизм несколько более сложен Мы коснемся его чуть позже Полость носа Действительно, ринофаренгиты, как вы правильно пишете коллеги Часто приводит к появлению запаха изо рта Запаха Это могут быть и синуситы Это могут быть любые пазухи и воспалительные процессы Или инфекционно-воспалительные процессы Расположенные в полости носа Какие-то еще будут предположения? Я буду ждать их, коллеги Поэтому не стесняйтесь, пишите Здесь в рамках этих сложных симптомов и синдромов Не будет неправильных ответов Не будет неправильных ответов Потому что все варианты нам обязательно нужно учитывать Таким образом, смотря на это изображение Мы постепенно понимаем и формируем структуру посещений Структуру направлений наших Когда мы работаем с пациентом с запахом изо рта Следующая группа причин Третья по популярности По частоте встречаемости Это миндалины И очаги в миндалинах Инфекционные Могут давать также запах изо рта Чаще всего имеющий гнилостный характер Не всегда можно промыть миндалины полосканием Пациенты самостоятельно пытаются это делать Но здесь без помощи лор-врача К сожалению, мы не обойдемся Существует даже ситуация, когда в лакунах миндалин Образуются камни Эти камни могут быть плотной или мягкой консистенции Они попадают в полость рта Пациенты жутко тревожатся Понимая, что у них что-то попадает Наверное, в такой ситуации они и думают о глистах Хотя данное нарушение устраняется банальным промыванием Банальным промыванием Стоматологические причины В том числе стоматиты В том числе стоматиты Гингивиты, парадонтиты Парадонтозы различной локализации Могут давать запахи Дуаденогастральный рефлюкс Чуть ниже находится И мы как раз говорим здесь о Желудочно-кишечных причинах Конечно, дуаденогастральный рефлюкс Имеет огромное значение И не только дуаденогастральный Но и гастроэзофагиальный Однако Здесь нужно Коллеги, понимать Понимать интенсивность Мы можем говорить о незначительном рефлюксе Например, когда поражается 1 см нижней части пищевода И мы видим это на эндоскопии А бывают ужасающие ситуации Катастрофические Когда, например, кардиозия Нижний пищеводный сфинктер не смыкается вообще И тогда Мы имеем прямое сообщение пищевода С желудком И, конечно, содержимое желудка Подчеркну В связи с приемом пищи Будет давать запах изо рта То есть мы будем говорить Только о запахе, формирующемся После приема пищи И тогда Если мы говорим о Несмыкании кардии Грыжи, например, пищеводного Отверстия диафрагмы И изофагита Мы будем иметь запах Появляющийся только после приема пищи Потому что затем Через час или два Пища выкуривается из желудка И пахнуть там уже нечему Неприятный запах изо рта При сильном голоде Иногда является физиологичным К сожалению, коллеги А иногда может быть связан С избыточным бактериальным ростом В кишечнике Поэтому будем об этом думать Кроме того Кроме того Бывают редкие случаи Пациентов с дивертикулами пищевода И тогда Мы имеем своего рода В кавычках карман Который расположен В области средостения Который наполняется пищей Пища может сохраняться там Длительное время Проходит процесс огниения Это создает определенный запах Опять же гнилостного характера Было множество таких пациентов Эндоскопическое лечение Либо промывание дивертикулами Устраняет сразу моментально этот запах И мы имеем четкое подтверждение После проведенной эндоскопии Запах уменьшается или исчезает Кандидоз пищевода Также за счет метаболитов Выделяемых грибами Может давать запах изо рта Но и не только пищевода Кандидоз полости рта И кандидозные стоматиты И кандидозные назофарингиты Почему-то в последние годы Распространенность кандидоза Все больше и больше Подобные симптомы могут наблюдаться При гельминтах Других паразитов Чаще всего Они при исследовании Не обнаруживаются Можно ли рекомендовать О, вот это вот, конечно Нелекарственный препарат Катастрофического воздействия Коллеги, только не Только не чистки Только не вот тот препарат Который здесь назван Который не имеет Ничего общего с глистами Абсолютно Я прекрасно знаком с ним В основном пациенты Испытывают ухудшение Состояния кишечника После использования Данного препарата Но назвать я его Не буду Я думаю, вы видите Все прекрасно Сами коллеги Но очень сильно Рекламируется в интернете Стоимость Купите сейчас За 999 рублей Конечно, это не имеет С медициной ничего общего С феной Этмоидит Да, имеет место быть Инфекционный Воспалительный процесс Кроме того Я бы хотел подчеркнуть Связь избыточного Бактериального роста С появлением запаха Изо рта Потому что, коллеги Пациенты неправильно Воспринимают эту ситуацию Иногда При катастрофически Большом Избыточном Бактериальном росте В кишечнике Действительно Сфинктеры не держат Доаденогастральный Рефлюкс И гастроэзофагиальный Могут давать Запах изо рта Но зачастую Токсические Или просто вредные Или другие Метаболиты Микроорганизмов Кишечника Всасываются Слизистой оболочкой И с помощью Кровотока Выдыхаются Через легкие Выдыхаются Через легкие Это непрямой Поток Газов Из кишечника Через Двенадцатиперстную кишку И желудок Пищевод В полость рта Это Опосредованно За счет Всасывания Газообразных продуктов В кровь Точно так же Как всасывается Кислород СО2 И транспортируется Кровью Эти газы Метаболиты Бактерий Всасываются В кишке Транспортируется Кровью По градиенту Концентрации Как и любой другой Газ Выдыхаются С воздухом И пациент Может испытывать неприятный запах Поехали дальше И конечно Заболевания легких О которых коллеги Вы написали Действительно Гнойные заболевания легких Особенно на форме Бронхоэктазов Действительно Сопровождаются Запахом изо рта Но такого пациента Не будет интересовать Запах Его будет интересовать Состояние легких У него будет Наиболее выраженная Симптоматика Основного заболевания Мы в любом случае Начнем его лечить И тогда Запах редуцируется Автоматически На фоне лечения Основного заболевания Но большинство пациентов Которые жалуются Активно Жалуются На запах изо рта На самом деле Из этих причин Не всегда имеют Что-то в наличии Ну вот он рейтинг Стоматологи И источник запахов Полости рта 80-90% Пациентов Лор Полость носа 5-8% Миндалины 3% Гастроэнтеролог ЖКТ И терапевт Легкие бронхи Не попадают Даже в рейтинг По количеству По количеству Статистических причин Приводящих Появлению Запаха изо рта Видите На последнем месте Однако пациенты Тем не менее Настойчиво Требуют У гастроэнтеролога Лечения Лечения Ну и Были исследования Которые говорят О том что Хеликобактер Может выделять Определенные виды Метаболитов В желудок Которые Оказывают Действие И Приводят К появлению Запаха изо рта Но тогда Проведение Стандартного курса Эрадикации Конечно же Решает все проблемы И иногда Иногда Я хочу обратить Ваше внимание Коллеги на то что Банальный прием Антибиотиков Банальный прием Антибиотиков Широкого спектра Решает проблему С запахом Либо временно Либо постоянно Почему Потому что Все таки Основной причиной Являются микроорганизмы Которые выделяют Эти вредные Газообразные продукты Раздражающие пациенты И приводящие К появлению запаха И тогда Системный антибиотик Широкого спектра действия Будет вызывать Улучшение Как по полости рта Так по полости носа Так по полости Лакун миндалин И некоторых Ситуаций связанных С ЖКТ Легкими бронхами Ухудшать будет Только ситуацию Связанную с кандидозом Поэтому Если на фоне Антибиотиков Мы видим ухудшение Запаха То скорее всего Будем иметь основания Предполагать наличие кандидоза Ну и вот Касательно легких Ваш пример У молодой женщины Сначала появился кашель С трудноотделяемой мокротой Мокрота Через две недели Кашель исчез На фоне лечения Наверное Имелись ввиду антибиотики Она стала Отмечать по вечерам Слезотечение И рвоту слизью В виде большого комка Что делать И как вести Далее пациентку В анамнезе 7 лет назад Лечилась по поводу Лемблеза Конечно С запахом Прямой взаимосвязи Нет Коллеги В этом вопросе Но я думаю Что Мы коснемся Этой пациентки Когда будем говорить Про рвоту Важно правильно Собрать анамнез Это При сложных синдромах Более половины Успешного диагноза Поэтому Надо понимать Как часто возникает рвота С чем она связана Это рвота по утрам Это рвота до еды Или после еды А какие пациенты Принимают Лекарственные препараты Потому что Слизотечение И рвота слизью Вполне могут быть связаны С приемом лекарственных препаратов Усиливающих секрецию В принципе Но мы поехали дальше Самая частая причина Это конечно же Полость рта Полость рта И в основном Это запах Связанный с Продуктами питания Остатками пищи Которые Где-то находятся В пространствах Между зубами Иногда Этот запах Может быть связан С протезами И пациенты пожилого возраста Зачастую имеют протезы Неправильная гигиена Протезов Часто приводит К появлению запаха Идентифицировать Идентифицировать Связь с протезами Со съемными протезами Достаточно просто Но к сожалению Не очень приятно Коллеги Надо взять целлофановый пакет Положить протез В целлофановый пакет Он должен полежать В этом пакете Около 5 минут И потом понюхать И потом понюхать Если запах от протеза Действительно есть Тогда мы отправляем протез На ультразвуковую очистку Или другой способ дезинфекции И запах пропадает И объясняем пациенту Что нужно ходить Периодически к стоматологу И проводить гигиену Полость рта А с несъемными протезами Сложнее С мостами например Или другими Коронками И если есть десневые карманы В которых также Может скапливаться Скапливаться остатки пищи Придерживаясь десной Что не является показанием Не является показанием К замене протеза И это относительное показание При желании пациента Поэтому здесь Не всегда мы можем наставить С учетом стоимости процедур Но идентифицировать эту проблему Нам нужно Стоматологи Должны бы помогать нам В этом процессе Однако это происходит Не всегда К сожалению Это происходит не всегда Ощущение Жареного мяса во рту При аденоме В головном мозге Прекрасно Редкая причина Обычно На первое место Выходят другие Все-таки Симптомы заболевания Но такой Специфический симптом Именно Жареное мясо Действительно Существует При аденоме Головного мозга Кандидоз пищевода Можно же рассматривать Как симптом иммунодефицита Однозначно можно Мы должны об этом Помнить, коллеги Но в том числе Кандидоз пищевода Можно рассматривать Как Ну уж простите меня Как следствие Приема антибиотиков Или как особенности Интимной жизни Некоторых пациентов Потому что действительно Нелеченный кандидоз Иногда попадает В полость рта Нелеченный кандидоз Иногда попадает В полость рта Пациент нам Не всегда Об этом расскажет Мы не всегда Об этом спросим Достаточно интимная Пикантная тема Но тем не менее Имеет место быть Иногда мы спрашиваем О необходимости Проверки полового партнера На наличие кандидоза Когда у пациента Видим кандидоз в пищеводе В полости рта И так далее Ну и конечно Связь с антибиотиками И самостоятельным их приемом Маргарита Павловна Спрашивает Как предложение К нашим будущим встречам Можно ли как-то Включить в разговор Разбор гастроэнтерологической Патологии у беременных Я думаю Что это крайне важная И крайне интересная тема Потому что действительно С лечением беременных Возникает множество вопросов И наверняка Мы коснемся этого В рамках наших осенних встреч Злокачественные новообразования Полость рта в первую очередь Дают так же запах Но подчеркну Что это распад Это распад Злокачественного образования Который до стадии распада Проходил бессимптомно И я приветствую Воронеж Коллеги Кандидоз можно поставить Как диагноз по ЭГДС Или обязательно биопсия Если не вызывает сомнений У эндоскописта Кандидоз Поскольку налет бывает Разной степени интенсивности То можно поставить И чисто эндоскопически Но формально Мы обычно просим подтверждения С помощью браж-биопсии Это же дает нам возможность Определить чувствительность К антибиотикам Почему? Ну лечение флуканозолом За счет рекламы Очень популярно У наших пациентов И мы знаем О множественной резистентности Грибов Например У женщин Принимающих лечение По поводу молочницы Они самостоятельно пьют Лекарственные препараты И иногда Мы не найдем эффекта Не увидим его у пациента Часто и длительно Принимающих Противогрибковые препараты Поехали дальше Основные процессы В полости рта Которые возникают Это переваривание Все-таки переваривание Остатков пищи При избыточном Случивании эпителия Эпителия начинает Разлагаться Образуется дотрит Который также дает Запах из полости рта Ну и выделение носа Стекающей по задней стенке Глотки У пациентов С дефектами Перегородки Носовой пациентов С хроническими очагами В лорорганах Не всегда лоры Лечат это Или иногда Они ограничиваются Короткими курсами терапии Считая, что После курса терапии Наблюдение И лечение пациенту Не нужно А эффект был По каким-то причинам Не полностью Достигнут У этого пациента Кроме того Обратите внимание На нижнюю часть Этого слайда Аминокислоты Белки Гликопротеины То, что начинает Перевариваться В полости рта А также Те самые вещества Которые Дают запах И вызывают его Немцы проводили Множество исследований Серо-содержащие вещества В том числе Сероводород В том числе Метилмеркаптан Очень сильно пахнут В небольших концентрациях Достаточно Мизерного количества Этих веществ Чтобы запах Из полости рта Уже происходил И в основном Это продукты Микробной дегенерации Метионина и цистеина То есть Аминокислоты В полости рта Не полностью переваренные Дают какие-то запахи Индол и скотол Которыми обычно Пахнут фекалии Это продукты Метаболизма Триптофана Продукты Метаболизма Лизина Это корвидин Который тоже Дает неприятный запах Из полости рта Именно об этом Мы с вами должны помнить Когда Запах изо рта У детей С 2 до 6 лет Без видимых причин К сожалению Это очень часто Является Так же физиологическим Так же Как и Так называемый Голодный запах Не всегда его нужно лечить Если мы не можем сделать И не видим Никакого заболевания То к сожалению Мы должны Этого пациента Оставить в покое И запах у детей Без видимых причин Если мы сделали Минимум обследования А также должны Оставить без внимания Хотя у детей Есть определенные нюансы Я думаю Что мы от них Тоже сейчас коснемся Если у пациента Выявлен кандидоз пищевода И проведено лечение Через какое время Делать контроль ЭГДС Сразу после окончания Лечения Если мы Простите за упрощение Коллеги Убили всех грибов Мы не должны Увидеть никого В полости рта Потому что Если грибы Останутся в полости рта Мы все равно Будем продолжать Иметь кандидоз Только меньшей Более легкой степени Сильное жжение Будто перцем Посыпали в полости рта Такие жалобы Участились в последнее время Это связано В том числе С состоянием языка В том числе С распространением Усилителей вкуса Коллеги Усилители вкуса Усиливают Не только вкус пищи Но и усиливают Вкус специй И поэтому Небольшое количество перца Вместе с усилителем Вкуса Давайте добавим Просто глутамат И это даст Катастрофический Катастрофический Привкус И жжение В полости рта А если Есть и проблемы Связанные с языком Ну тогда Конечно придется Думать об этом Поэтому Желательно переводить На новые продукты Более качественного Происхождения Желательно контролировать Хотя бы по составу Наличие глутамата Не есть колбасные изделия Уменьшить количество Специй и приправ Раздражающих Слизистую оболочку И физические Факторы Температура Очень горячая Очень холодная Химические раздражители Цитрусы Киви И многие другие О чем можно подумать При наличии Географического языка И трещин Мы сейчас с вами коснемся Поехали дальше Лорорганы Коллеги Мы можем с вами Самостоятельно Посмотреть горло Конечно можем Иногда возникает Казуистические ситуации О которых я часто Рассказываю Когда после визита К лор-врачу Пациент приходит А у него выраженный Воспалительный процесс Лор-органов Иногда даже с распадом Иногда даже с какими-то Каверными В миндалинах Или с наличием Гнойных выделений Из миндалин Мы просто нажимаем Шпателем на миндалину И мы видим выделение Для этого Не надо иметь Высокую квалификацию Лор-врача Можно просто посмотреть горло Кроме того Мы должны И обязаны Посмотреть у пациента язык Как вы смотрите язык Коллеги Мы просим Показать язык У пациента Если он показывает язык Мы иногда Этим и довольствуемся Но мы можем Посмотреть язык И поглубже Мы можем попросить Высуньте язык еще И сказать Нам мало Уважаемый пациент Нам мало Высуньте язык Еще Мы можем взять шпатель Но лучше использовать Тест с ложкой А взять ложку Повернуть ее Выпуклой поверхностью Вверх И нажать глубоко Глубоко На корень языка Мы можем достигнуть 12 сантиметров Коллеги В среднем Мы можем достигнуть 12 сантиметров И с корня языка То что мы не всегда видим Вот этой Вогнутой стороной ложки Немножечко Немножечко Снять налет И тогда нам Откроется Огромное количество Новых заболеваний И состояний Которые до этого Мы просто не видели Поэтому Тест с ложкой Обязателен для Для всех пациентов Которые имеют запах Изо рта Ну запах рыбы Это наследственное заболевание Триметиламинурия Этот запах Пациенты имеют От слюны От мочи И от пота Поэтому достаточно легко Идентифицировать Таких пациентов Просто по характеру запаха И по Источникам Слюна Моча И потовые железы Мы Можем поставить Этот Предварительный диагноз Потом подтвердить Генетическим исследованием Но с этим К сожалению Сделать Особенно ничего нельзя Только уменьшить в диете Количество потребляемых белков Собственно Это пожалуй И все Что можно будет сделать С чем может быть связан Привкус И запах йода У пациента Изо рта Конечно Первое о чем нужно думать Это прием препаратов йода Или это прием Йодированной соли Если пациенты Мы же солим все по-разному Коллеги Мы же солим все по-разному Кто-то солит мало Кто-то солит много Если пациенту попалась Йодированная соль С высоким содержанием йода И он любитель посолить Не соблюдая те ограничения 5 граммов 1 чайная ложка В сутки Если он использует 2 чайные ложки Или 3 Или многие пациенты Солят 4 или 5 чайных ложек В сутки Они к этому адаптированы Не у всех возникает На этом фоне гипертония То конечно Избыточное количество йода Будет выделяться И это первое о чем надо думать На втором месте Препараты йод содержащие Которые пациенты Иногда вынужденно принимают Ну и другие причины запаха Вот опять же Как я и говорил Все ответы у нас правильные Мы можем думать О различных причинах Тест с ложкой Не очень удобен В амбулаторной практике Конечно не очень удобен Пациент не приходит За своей ложкой Шпатели одноразовые К сожалению да Но тест с ложкой Я вам открою секрет коллеги Мы будем делать На втором визите пациента И пусть он принесет Свою ложку Потому что второй раз Он к нам должен прийти Обязательно А мы с вами Возвращаемся К причинам запаха Выделение на спинке языка Вот он с вами Тест с ложкой Удобный инструмент Который мы обязательно Должны делать Уход за зубами Ну не всегда Не все пациенты Моют руки правильно Не все пациенты Моют половые органы правильно И не все пациенты Правильно чистят зубы И правильно ухаживают За полостью рта Поэтому наша задача Либо объяснить их Либо сделать реферал Отправить к стоматологу Ротовое дыхание И сухость во рту Зачастую вызывают Появление неприятного запаха Слизистая сохнет Иммуноглобулинов Секреторных не хватает Это способствует Избыточному бактериальному росту И тогда Мы можем предполагать Что если пациент Спит с открытым ртом Он может не знать об этом И нам не скажет Мы должны уточнить это И быть настоящим Следователем Или детективом Тогда у него запах По большей части Должен появляться утром Если это утренний запах Мы можем предполагать Ротовое ночное дыхание Сухость в полости рту Рта связана с голоданием Именно это является Как вы спрашивали Одной из причин Голодного Несвежего дыхания Надо пить Надо пить Как минимум Два литра жидкости В сутки Это решает вопрос Достаточно быстро и просто Медикаменты Многие медикаменты Приводят к появлению запаха Ораторы Люди, которые много говорят Вот видите Я много говорю Приходится много пить воды Как следствие Приходится много бегать в туалет Ну Издержки профессии Как называется Должно быть достаточное Количество жидкости Потому что Сохнет Слизистая Сохность Способствует Избыточному Бактериальному Росту в полости рта И Запах с аминокислотами Связанный Индолами И трептофаном Как раз Из полости рта Когда начинается Ферментация этих аминокислот Остатки пищи Между зубами Как раз И появляется привкус Стресс и тревожность Стресс и тревожность Способствуют Более частому дыханию Более частому дыханию Иногда даже Появлению одышки И это приводит К появлению Эпизодов Неприятного запаха Изо рта А тревожный пациент И пациент в стрессе Начинает еще больше переживать У него начинают Появляться Психологические причины Запаха изо рта И мы вступили На порочный путь Стресса и тревожности Алкоголь Особенно пиво Которое способствует Раз брожению Два Избыточному бактериальному Росту И три Росту грибов Может способствовать Появлению привкуса Во рту И запаха изо рта Употребление пива Как раньше использовались В кожаной Венерологических Диспансерах Тесты с бутылочкой пива Которые способствуют Росту гонокока Точно так же Мы можем протестировать Пациента Либо на основании Его ответа Либо на основании Ну Сами-то конечно не будем Просить его прийти В алкогольном опьянении В поликлинику Избыточный вес Как ни странно Тоже является причиной Запаха изо рта За счет избыточного Бактериального роста В кишке И гиперпродукции Тмала в кишечнике По результатам исследований Менструации Могут приводить К появлению Периодического Периодического Запаха изо рта Ну и избыток белковой пищи Вот они Аминокислоты О которых мы с вами Говорили и вы спрашиваете Соответственно Мы уменьшаем Количество белка Уменьшаем количество белка Или изменяем структуру белка Переходим с животного На растительный Переходим с мяса На рыбу И так далее Лук и чеснок Отдельная песня Отдельная песня Потому что эти продукты Способствуют Изменению Слизистой Полости рта Эти продукты Долго находятся В желудке Эти продукты Выделяют Газообразные Метаболиты Из кишки Поэтому запах От лука и чеснока Может сохраняться В течение Нескольких часов Или даже В течение Полудня Или дня Хеликобактер Несколько исследований Достаточно крупных Говорили о том Что хеликобактер Может быть связан С запахом Изо рта Но Видите знак вопроса Может быть Не гарантия Не все виды хеликобактер И не у всех пациентов Приводят к запаху Поэтому если у нас Пациенту показана Эрадикация Мы в любом случае Делаем эрадикацию Говорим о том Что это недоказанное состояние И мы не можем Дать гарантию пациенту Поэтому если После эрадикации Хеликобактер Запах пройдет Скорее всего Связано Либо с антибиотиками Либо с хеликобактером И избыточный Бактериальный рост Разной локализации Убирается С антибиотиками Но без гарантии Без гарантии Наша задача с вами Предупредить пациента Что гарантии нет И если Запах пропадает Либо это действительно Прямая связь С хеликобактером Или избыточным Бактериальным ростом Либо это связь с антибиотиками. У беременной жирный вкус во рту. О чем нужно думать? Ну, конечно, о беременности. Конечно, о беременности. Изменяется состояние слизистой, изменяется состояние рецепторов, изменяется центральный генез восприятие привкуса. Важно понимать какой-то реместр. Первый, гарантированно, может быть, любой вкус. Вкус мела. Коллеги, мы сейчас будем говорить про запах. Вкус мела. Я вас очень сильно попрошу, проявите активность. Напишите, пожалуйста, в чате, какой вкус у мела. Какой вкус у мела. Я очень буду ждать ваших ответов. И нам с вами, всем коллеге, будет приятно проанализировать, как мы, у нас много собралось, воспринимаем вкус мела. Какой же мел на вкус? Пишите ваши варианты, мы потом к этому вернемся. Одновременно сухость в ротовой, носовой полости и слизистый глаз. Что бы это могло быть? Первое, о чем нужно думать, это сухой синдром Шегрена. Это недостаточное увлажнение слизистой. Лоры проводили множество исследований и говорят, что даже если мы с вами часто смотрим на экран монитора, на экран телевизора, слизистая глаз сохнет. Недостаточно слизи выделяется и слезы в носослезный канал. Недостаточно увлажняется слизистая носа. Поэтому обязательно увлажнение либо искусственными слезами, либо препаратами, содержащими гиалуроновую кислоту, они дольше держатся на слизистой. Иногда это решает вопрос такой тотальной сухости. А иногда это связано с приемом некоторых лекарственных препаратов, в том числе антидепрессантов. Поэтому, когда пациент чувствует запах, наш с вами главный вопрос, который мы должны спросить. Кто? Кто чувствует этот запах? И у нас будет с вами, как положено, два варианта ответа. Первый вариант, пациент скажет что-то подобное. Моя жена, муж, брат, сестра, мать, отец, племянники, кто хотите. Говорит о том, что есть запах. Тогда наше с вами действие. Наше с вами действие, коллеги, одно. Мы должны назначить стандартное обследование, о чем мы можем думать, исходя из общих факторов. И назначить повторную явку. Конечно, с ложкой. Пусть пациент возьмет с собой ложку и придет к нам. И второе, он должен взять с собой за руку свидетеля этого запаха. И тогда свидетель расскажет нам, действительно ли пациент испытывает запах, когда и показания могут отличаться. И тогда мы формируем реальную, правильную картину того, какой запах у пациента есть, откуда он будет происходить. И тогда мы можем взять с вами, сделать элементарный тест, взять ватную палочку, несколько ватных палочек, и выявить источники из полости рта. Мы сделаем мазок из одного локуса, из одного участка, и отдадим свидетелю понюхать. И спросим, такой запах вы чувствуете? И он нам скажет, да такой, или нет не такой. Возьмем мазок из другого места, со спинки языка, дадим понюхать. И он скажет нам, такой запах или нет. Возьмем ложку, возьмем с корня языка, дадим свидетелю понюхать, и он нам все расскажет. Интересное предположение, коллеги. А второй вариант? Второй вариант, наверное, что-то подобное. Никто не говорил мне, что у меня плохой запах. Но я точно знаю, почему люди при разговоре со мной закрывают нос и рот, и открывают окна, чтобы проветрить помещение. И я точно знаю, наверняка, гарантированно, что есть запах. И у моего отца был, и у моего деда был, и кто-то мне сказал когда-то, наверное, когда я был в четвертом классе или в девятом классе, что у меня запах появился. Тогда такого пациента мы, наверное, не будем точно обследовать. Мы точно пригласим свидетеля. И, скорее всего, речь будет идти о галитофобии. Когда пациент боится запаха изо рта. Конечно, это не отменяет физического наличия запаха, но, скорее всего, речь идет о фобии. И тогда мы будем думать о этом пациенте по-другому. Но обращение по поводу запаха предполагает в обязательном порядке консультацию со свидетелем. И здесь мы уже будем думать, кто кого. Осмотр полости рта, карманы, межзубное пространство. Наличие треугольных пространств между слизистой и двумя зубами на стыке предполагает консультацию стоматолога. Но мы сами не должны забывать, что есть у судьи только глаза его. И посмотреть мы можем. Спинка языка тест с ложкой. Зубные протезы, если можно снять, понюхать. И носовое дыхание. Наверное, это ключевой момент. Дыхание носом и дыхание ртом. Видите, на изображении пациент может подышать носом с закрытым ртом. А может подышать и ртом с закрытым носом. Тогда мы с вами, сделав такой дыхательный тест, будем понимать источники запаха. Если пациент дышит носом с закрытым ртом, и запах есть у пациента из носового дыхания, мы понимаем, что эта проблема связана гарантированно с полостью носа. И не будем искать больше ничего. А если пациент при этом дышит ртом, а запаха нет. Если пациент дышит ртом и есть запах, а при носовом дыхании запаха нет, то это гарантированно проблема полости рта. И мы не будем больше ничего выдумывать и искать. Может быть миндалины. Но если пациент дышит ртом, запах есть, дышит носом, запах есть, то это говорит о наличии системной проблемы или связи с желудочным шестным трактом, или сахарным диабетикой, кетоцидозией, о чем хотите. Здесь мы будем действительно пациента обследовать и действительно искать нашу с вами патологию. Очень интересные ответы, коллеги. Конечно, лечебные мероприятия, связанные с запахом, обязательно гигиена полости рта. Глубокое полоскание на уровне проглатывания неполного спинки языка, если мы нашли что-то в ложке. Добавить пищевые волокна в диету. Грубые пищевые волокна, которые пациент будет жевать и которые будут механически очищать, самоочищать спинку языка. Короткие периоды жевания жевательной резинки. Улучшают слюну отделения, особенно у пациентов с сухим ртом. Потребление жидкости обязательно. Уменьшение количества алкоголя или отказ от него. Уменьшение табака, который ухудшает кровоснабжение слизистой. И уменьшение количества кофе, который тоже имеет подобное действие. Из средств, которые одобрены на сегодняшний день, мы имеем разные варианты хлоргексидина. 0,2% раствор. Полоскание 2 раза в день. Хотя бы стакан исполоскать. Один глоток полоскаем во рту хотя бы полминуты или минуту. 7 дней 2 раза в день. Если этот процесс дает эффект, мы будем связывать запах изо рта исключительно с полостью рта. Ну и поехали дальше. На вкус и цвет товарищей нет. Смотрите-ка, коллеги. Очень интересные предположения вы делаете. Оказывается, что мел имеет вкус глины. Вкус глины. А какой вкус у глины? Еще один гость говорит нам о том, что мел имеет вкус глины. Вкус мела и желание есть мел – это дефицит железа. Но у беременных чаще всего да, это относительный дефицит железа. Нужно думать о дефиците железа у любителей поесть мел. Или об изжоге, потому что карбонат кальция прекрасно убирает изжогу. Это, конечно, не одобренное средство для лечения, но тем не менее. Вкус мела напоминает… Даже не могу подобрать слово. Вкус мела как вкус мела. Действительно как вкус мела. И вы сейчас поймете почему. Мел не имеет вкуса, говорит нам Дмитрий Николаевич. Индифферентен для вкусовых рецепторов. Абсолютно верно, Дмитрий Николаевич. Мне бы, конечно, хотелось с вами познакомиться и узнать, из какого вы города, может быть, вы нам напишите, кем вы работаете, потому что это на 100% правильный ответ. Вкус мела и желание есть мел – это дефицит железа. Вкус мела – это запах сухого творога, сухого хвороста и желтых осенних листьев. Гость номер 109. У вас прекрасное чувство юмора. Давайте мы с вами тоже познакомимся. Очень интересно узнать, где вы, откуда и вообще, как ваши дела. Гость 216. И с вами мне интересно было бы познакомиться, потому что вы пишете абсолютно верно, что мел не имеет вкуса. И нет вкуса у мела, пишет нам гость 154. Если вам несложно, коллеги, представьтесь. Мел не имеет вкуса, это скрывает дефицит железа. Как рассчитать норму воды в сутки? Есть нормативы. Чай относится к воде, он относится к жидкости. Мел имеет вкус мела, недостаточность кальция. Возможно. По поводу сухости в ротовой полости, полости носа, исключение болезни Шегрена. Да, коллеги. Ну так вот, получается, что есть еще два варианта. Более простые для понимания. Смотрите-ка. Какие будут ваши предположения? Какой на вкус кухонный нож? Скажите, пожалуйста, коллеги. И какой на вкус пластиковый стакан? Напишите ваше предположение. И мы вернемся к этому вопросу. Потому что наверняка кухонный нож имеет какой-то вкус. И пластиковый стакан тоже. Давайте все-таки поймем, поскольку это имеет отношение к нарушениям вкуса, о которых мы с вами будем говорить сейчас, то нам важно знать, какой на вкус нож, какой на вкус стакан. Пишите ваши ответы в чате. Мы пока продолжим. Нарушения вкуса и запаха иногда взаимосвязаны. И мы имеем два вида нарушения вкуса. Это минус вкус и плюс вкус. Когда вкус исчезает. Об этом очень приятно, что вы из Владимирской области. Мой папа родом из Владимирской области, из города Судагда. Там живет моя бабушка. Поэтому очень приятно, что фактически мы где-то пересекаемся с вами. Из Москвы и доктор. Прекрасно. Очень рад с вами познакомиться. Мел не имеет вкуса, пишет Татьяна Александровна. А кухонный нож имеет металлический вкус. Очень интересное предположение, металлический вкус. Мы возвращаемся к минус вкусу. Это депрессия. Это, конечно, депрессия. Это нарушение проводящих путей, которые связаны с неврологической патологией. Или иногда с травмами. И которые откорректировать невозможно. Иногда это связано с обезболиванием полости рта. Нарушением проводящих путей по этой причине. Сейчас все больше косметологических процедур, которые иногда, как осложнение, приводят к нарушению вкуса. Иногда мимики и прочему. Неврологические патологии, связанные с болезнью Альцгеймера, Паркинсона, параличом Белла, тоже приводят к выпадению вкуса. Аллергический ренит и вирусный ренит имеют временной интервал выпадения вкуса. Ну и синдром Шегрена, который связан с деградацией рецепторов полости рта и слизистых, также приводит к минус вкусу. С минус вкусом нам достаточно просто разобраться. И не стоит сильно утруждать себя диагностическим поиском. Только в плане неврологической патологии и вирусных каких-то инфекций. А вот плюс вкус вызывает больше проблем. Это, конечно, гингивиты, связанные с состоянием полости рта. В12-анемия, железодефицитная анемия, мигрени, также могут приводить к нарушению вкуса и запаха, как за счет болевого синдрома, так и за счет неизвестного генеза. Это статистически достоверно описанные симптомы. Болезнь Крона, в том числе за счет анемии, в том числе за счет неясного и неизученного генеза, приводит к нарушению вкуса и запаха. Лечение основного заболевания улучшает ситуацию. Цирроз и печеночная недостаточность, соответственно, декомпенсированные состояния, связанные с метаболитами, ацетоном и так далее. Почечная недостаточность – та же самая ситуация, но этих пациентов мы не будем вести по ключевому состоянию запах. Мы будем вести их по ключевому состоянию какому? Основное заболевание – почки, печень. Ну и рассеянный склероз. Из, пожалуй, множества, большинства неврологических заболеваний приводят именно к появлению дополнительных вкусов. Все остальные приводят к выпадению вкуса. И вот Елена Ильинична пишет, что пластиковый стакан индифферентен, а нож есть опасный. И примет плохая еще, да, коллеги? Кухонный нож и пластиковый стакан не имеют вкуса. Ксения Игоревна, я очень рад, что вы даете нам интересные ответы насчет правильности. Позвольте поддержать немножко интригу, коллеги. Я скажу чуть позже, жду ваших больших предположений. Поехали дальше. Может быть, кто-то догадается, кто-то догадается о том, что объединяет все эти объекты. Смотрите-ка. Мел, нож, пластиковый стакан и железо. Конечно, не просто так я подобрал эти примеры, они, наверное, должны навести нас на какие-то мысли, коллеги. Недавно обратилась пациентка с жалобой на внезапные приступы резкой сухости во рту и только по ночам. Пила воду, полоскала горло, проходили, днем не беспокоили. Скорее всего, речь будет идти либо о открытом за ночь рте у пациента, когда сухость происходит. Может быть, по психологическим причинам. Может быть, по причинам, связанным с полостью носа и полостью рта и затруднением дыхания, а либо приемом каких-либо лекарственных препаратов. Коллеги минеральные воды, приветствую. Можно ли связать симптомы жжения языка и полости рта у пациентов с ГЕРБ, рефлюкс-эзофагитом, подтвержденным ЭГДС, а также явлениями гальмонизации после стоматологического протезирования у пациентов с явлениями гастроэзофагиального рефлюкса, кислый или смешанный рефлюктат? Однозначно да. Если во рту есть протезы, сделанные из разных металлов, то могут быть гальмонизации. И тогда обычно мы имеем кислый привкус. Кислый привкус, простите за сравнение, вы лизали когда-нибудь батарейку. Помните, раньше были большие батарейки с двумя контактами? И вы чувствовали такую кислинку, похожую на разряды электрического тока маленькой амплитуды. Вот это вот и есть привкус гальмонизации, но не все пациенты могут это описать. В этом основная сложность, поэтому нужно вдаваться в детали. А гастроэзофагиальный рефлюкс за счет эпизодов рефлюкса, чаще всего ночных эпизодов, может давать неприятный привкус во рту, чаще всего по утрам. Чаще всего по утрам за счет повреждения слизистой. Рыхлость, отечность слизистой предполагают больше воздействия на рецепторы и более яркие, давайте скажем так, яркие вкусовые ощущения. И поэтому пациенты чувствуют подобные симптомы. А вот Ильза Владимировна, с очень редким именем женщина, говорит нам, что кажется, если мел, нож и пластик вызывают у пациента определенный вкус, то это признак нарушения вкуса. Но однозначно. Но однозначно. Но вот если мы посмотрим следующие ответы, недавно был пациент с анемией B12 и при этом минус вкус, искать другую причину, нет, однозначно сначала компенсировать анемию. Например, Репин Андрей Адольфович говорит очень интересно. Все они нерастворимы в воде. Все они нерастворимы в воде. И действительно, коллеги, это 100% правильный ответ. Андрей Адольфович, мне тоже хотелось бы с вами познакомиться и узнать, где вы как и чем занимаетесь. Мы можем ощущать только 4 вкуса. Я вернусь назад, коллеги. 4 вкуса. В соответствии с теми зонами языка, которые могут ее воспринимать. Кислое, сладкое, соленое и горькое или острое. И именно из сочетания этих 4 вкусов образуются все остальные вкусы. А нерастворимые предметы, за счет того, что они не выделяют определенных веществ в растворимой форме, которые могут проконтактировать с рецепторами в полости рта, такие как кухонный нож или пластиковый стакан, могут чисто теоретически давать ощущения вкусовые за счет примесей, либо не давать вкуса вообще. А дальше мы с вами имеем эмоциональную ассоциацию этого предмета с каким-то вкусом. С каким-то вкусом или комбинацией этих вкусов. И это чисто психологический, эмоциональный компонент вкусового ощущения, который дает нам плюс вкус по какой-либо другой причине. Ну вот, интоксикация тяжелыми металлами, к счастью, редко встречается, но действительно может давать выпадение вкуса. И об анемии всегда нужно думать. Но и медикаменты. Вы можете посмотреть на этот слайд и увидеть огромное количество медикаментов, которые изменяют ощущение вкуса и запаха. В том числе антигипертензивные препараты. Смотрите-ка. Амлодипин, бета-блокаторы, энолаприл, нефидипин, многие другие, например, лизинаприл, лазартан, противомикробные препараты, метранидазол, офлоксацин, тетрациклин, бета-локтамы, противогрибковый тербинофин и многие другие. Вы можете этот слайд либо переписать себе, либо посмотреть в записи. Я думаю, что эта передача будет доступна. Огромное количество препаратов. Мы не всегда даже допонимаем значение этих медикаментов, которые нарушают восприятие и вкуса, и запаха. Нижний Новгород, гастроэнтеролог, прекрасно, очень приятно. Поэтому тщательно собранный анамнез. Пациенты забывают, какие препараты они принимают. Мы спрашиваем их, какие препараты вы принимаете. Они говорят нам только те лекарственные средства, связанные с основной проблемой. Мы начинаем уточнять у них, какие вообще препараты по поводу любых заболеваний вы принимаете. И подсказываем от давления, от головы, от почек, от сосудов, от сердца, все что угодно. И все равно потом, даже когда они все перечислили, в разговоре всплывают различные новые лекарственные препараты. При нарушении вкуса плюс вкуса восприятие человека индивидуально-психологически. Однозначно, да, коллеги. И мы говорим с вами о привкусе во рту. Кислый рефлюксная болезнь. Назначаем ингибиторы протонной помпы. Дексалансапрозол, изомепрозол, пантапрозол, рабепрозол. В стандартной дозировке два раза в день, две недели. И назначаем солиальгиновые кислоты, альгинаты, в жидкой форме. В итоге получаем с вами какой-то эффект. Тогда мы исключаем рефлюксную болезнь по динамике. По динамике. Эмпирический вариант. Бильярдная дисфункция. Горький привкус во рту дает. Мибиверин, как спазмолитик, и гимикромон, как спазмолитик, препараты, восстанавливающие тонус и моторику желчеводящих путей, уменьшают степень бильярдной дисфункции. И за счет уменьшения давления в желчеводящих путях все эти симптомы уменьшаются. Если мы видим динамику, мы можем думать о действительно успехе терапии данного состояния. У пациентки с приступами резкой сухости по ночам на ФГДС впервые выявлена большая кровоточащая язва желудка, подозрение на малигнизацию, а язва двенадцатиперстной кишки госпитализирована. Ну вот смотрите. Распад. Распад тканей дает нам запах во рту. Начальные стадии почему-то у данной пациентки прошли без симптомов. К сожалению, без симптомов. Поэтому диагностика на поздней стадии дает нам детальную информацию. Видите, но если у нее не было других симптомов, как мы могли заподозрить язву желудка при осмотре живота? Должны быть какие-то симптомы при осмотре живота, болезненности в пегастрии, какие-то симптомы связанные с изжогой и отрыжкой. Либо мы говорим о значительном нарушении чувствительности у пациента. Снижение чувствительности часто у пациентов с сильным стрессом, у пациентов, которые принимают антидепрессанты, противотревожные препараты, и у пациентов, злоупотребляющих алкоголем. Ну и вот, пожалуйста, изменение языка, коллеги. Изменение языка, географический язык, рельефный язык очень часто являются симптомами заболеваний. Когда мы говорим про географический язык, иногда это является индивидуальной особенностью, и не всегда мы можем это вылечить. Когда мы говорим о рельефном языке, иногда это является индивидуальной особенностью, и не всегда мы можем это вылечить. Однако, подобные состояния будут влиять на восприятие вкуса. Урсодезоксихолевая кислота – прекрасный вариант при билярной дисфункции. Единственный минус урсодезоксихолевой кислоты – это отсроченный эффект. Мы не добьемся моментального эффекта. Для того, чтобы билярная дисфункция скорректировалась, нам нужен какой-то период времени. То есть это интервал как минимум 2 недели, за который приходится частичное замещение желчных кислот на урсодезоксихолевую, и тогда мы видим клинический эффект. Поэтому с урсодезоксихолевой кислотой приходится ждать. В практике встречались единичные случаи у женщин в периоде менопаузы, симптомы сжения в полости рта. Иногда это связано действительно с рефлюксной болезнью, иногда связано с влиянием эстрогенов, а именно их снижением на состояние слизистой. Если привкус появляется в постменопаузальном периоде, тогда мы можем думать о связи с эстрогенами. Мы меряем количество эстрогенов. Если есть другие симптомы, мы назначаем гормонозаместительную терапию, но иногда период постменопаузы связан с сильным стрессом, коллеги. И иногда это может быть психогенный вариант. Гимикромон часто дает побочку диспептического характера. Абсолютно согласен. Как вариант мы его рассматривать можем, на практике либо тот, либо другой препарат можем выбирать. Одновременно принимать мебелин и гимикромон смысла не имеет, потому что действия их абсолютно идентичны. Я написал их в паре как два варианта, которые мы можем использовать в данной ситуации у пациентов. Если у пациента эрозия в желудке, препараты урсодоксихолевой кислоты не являются противопоказанием. Не являются противопоказанием. Урсодоксихолевая кислота всасывается в кишке, желудок проходит транзитом в специальной оболочке, которая препятствует повреждению желудка, поэтому при эрозиях и язвах можем назначать абсолютно спокойно, не боясь каких-либо побочных эффектов. А диагнозы, диагнозы и лечение географического языка, конечно, мы должны помнить об опухолях слизистой, о химических ожогах, если пациент злоупотребляет горячими напитками или какими-то физическими факторами, химическим раздражением. Пьет соду, например, ест много киви и заедает это каким-нибудь цитрусом. О контактном стоматите мы должны думать, о плоском лишае, кандидозе, псориазе, гранулематозном хиелите. Это варианты дифференциального диагноза. Лечение. Сейчас я коснусь лечения, коллеги. Вернусь к предыдущему слайду. Смотрите, мы рассматриваем вот этот слайд как диагностический вариант. То есть, если у пациента есть рефлюксизофагит, и мы, например, по каким-то причинам не сделали ему гастроскопическое обследование, то мы можем эмпирически, у пациента с отсутствием изжоги и отрывки, назначить двухнедельный курс тест-терапии ингибитором протонной помпы или при горьком привкусе тест-терапию двухнедельный курс спазмолитиков для того, чтобы увидеть динамику этого процесса. Если динамика дает нам положительный результат, мы получаем подтверждение рефлюксной болезни либо бильярдной дисфункции. Если же динамика отсутствует на фоне, динамика привкуса во рту отсутствует на фоне терапии, тогда мы получаем с вами эмпирическое подтверждение отсутствия связи привкуса во рту с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как рефлюксная болезнь и бильярдная дисфункция. Поэтому это не полная длительность терапии, конечно же. При географическом языке, а также различных нарушениях типа фиссур на языке или изрезанности языка, мы используем различные хлоргексидины и фурзидиновые соли в пределах двух недель для коррекции состояния, потому что подобное изменение языка способствует избыточному бактериальному росту на языке и дает либо появление запаха, либо появление раздражения, как следствие этой проблемы. Поэтому назначение локального антисептика или локального противомикробного препарата также имеет диагностическое значение. Если на фоне терапии начинается эпитализация языка, эпитализация слизистой, тогда мы понимаем, что данный процесс носит инфекционный характер, и мы, соответственно, должны продолжить эту терапию. Есть местные противогрибковые препараты, которые иногда тоже имеют место быть, и мы можем их использовать, если на фоне терапии мы видим положительную динамику, то мы удлиняем курс лечения до полной эпитализации слизистой и, собственно, добавляем еще какой-то период запаса 2 или 4 недели для достижения стойкого эффекта. Побочных эффектов от местного лечения обычно не возникает, никуда эти препараты не всасываются. Назначаем полоскание и держать раствор в полости рта хотя бы каждый глоток, хотя бы 30 секунд, и целый стакан выполоскать этого раствора. Поехали дальше. У ребенка возникает географический язык за 1-2 дня до появления ОРВИ. Проходит по выздоровлению. С чем это можно связать? Это можно связать с продромным или инкубационным периодом инфекции, который вызывает временный инфекционный иммунодефицит и имеет отношение к слизистой оболочке. Это связано с секреторными иммуноглобулинами. Их мерить не обязательно. Никакой коррекции дополнительной не нужно. Нужно просто ребенка занять здоровым образом жизни, проанализировать его суточную активность. Где-то он перегибает, может быть, он недостаточно. Общие мероприятия, в общем-то говоря, коллеги, общие мероприятия, чтобы просто ребенок меньше болел. Хотя дети должны болеть. Дети должны болеть, особенно ОРВИ. Поэтому если географический язык возникает за 1-2 дня, можно начинать лечение ОРВИ. По выздоровлению проходит иммунитет, нормализуется. Иногда бывает временной лаг, то есть какая-то задержка нормализации состояния языка после перенесенного ОРВИ в течение 1-2-3 недель соответственно. При рефлюкс-изофагите мы начинаем с удвоенной дозы ингибитора протонной помпы. При подозрении на рефлюкс-изофагит мы можем начать с удвоенной дозы ингибитора протонной помпы. Если при этом пропадает привкус во рту, тогда мы подтверждаем диагноз эмпирически. Если при этом привкус во рту не пропадает, мы прекращаем терапию уже даже на 3-й, 5-й или 7-й день. Когда ответа на терапию нет, соответственно, мы пациенту доносим таким способом, что данная проблема, связанная с привкусом, никакого отношения к рефлюксной болезни не имеет. Потому что динамика кислотосупрессии на двойной дозировке уже через несколько дней абсолютно очевидна практически на любом ингибиторе протонной помпы. Если это не привело к компенсации привкуса, значит причина связана с чем-то другим. Острые язвы пищевода. Какие могут быть причины? Чаще всего это инородное тело или рефлюксная болезнь. Но иногда бывают редкие причины, в том числе и химические ожоги, в том числе и различного рода чистки, которые пациенты иногда проводят самостоятельно и не хотят потом в этом сознаваться. Иногда это бывают редкие заболевания. Но я думаю, что сегодня мы не успеем коснуться именно язвы пищевода. Осенью более подробно рассмотрим все заболевания пищевода. В последнее время у детей участились случаи окрашивания зубной эмали. В виде темной краевой пигментации направляют стоматологи с целью выявления патологии ЖКТ. Хотя на самом деле черный специфический налет в виде краевой пигментации, называется налетом Присли, является в чистом виде стоматологической проблемой. В чистом виде стоматологической проблемой. Вот и все, коллеги. А вот и все про налет Присли. Прописано и известно, что это доказана стоматологическая патология. Должны с этим справляться стоматологи. Тем не менее, видимо, они не справляются, поэтому отправляют к гастроэнтерологам, терапевтам, врачам общей практики. Единственное, что мы можем сделать при такой ситуации, провести пациенту коррекцию избыточного бактериального роста в кишечнике, назначить противомикробный препарат. Может быть с энтеросорбентом, может быть с каким-то пре- или пробиотиком после окончания курса противомикробного препарата. Если за неделю противомикробного препарата, то есть эрадикации избыточной микрофлоры кишки, эффекта с налетом нет, тогда эффекта с налетом нет. Тогда это гарантированно не связано ни с каким желудочным кишечным трактом. Единственное, что маленькое уточнение. Мы должны назначить антибактериальный препарат и сделать чистку зубов. Если после этого налет возвращается, это не гастроэнтерология. Однозначно, гарантированно. Если же не возвращается, ну прекрасно, мы решили эту проблему. Так, географический язык плюс эрозия на гастроскопии, плюс кулоноскопия, эрозия микроязвий, плюс анемия. Ну, скорее всего, мы будем думать о воспалительном заболевании кишечника. Скорее всего, да. Не факт, что мы увидим полную картину, но либо микроскопический калит, либо болезнь крона, либо язвенный калит есть в списке нашего дифференциального диагноза в данной ситуации. Как влияет запах изо рта, состав слюны и ее ферментов? Есть пациенты, которые утверждают, что запах изо рта у них появляется во время употребления мяса. Да, это связано с недостаточной гигиеной полости рта, образованием каких-то карманов, которые, может быть, мы не видим, которые не вычищаются и ферментацией, ферментацией не нашими ферментами, а бактериальными ферментами, ферментами бактерий, обитающих в полости рта, аминокислот и белка из нашей пищи, из мяса. И это дает своеобразный запах, либо гнилостный запах, либо запах эндолоскотола и прочее. Поэтому состав слюны здесь абсолютно ни при чем. Это микрофлора полости рта. Болезнь крона неак, да, скорее всего, да. Аномия, какие препараты железа вызывают меньше раздражения, мы этого коснемся чуть позже, но практически все, к сожалению, практически все, кроме железа в липосомальной форме, которая не дает побочных эффектов на пищевой желудок, которая не дает побочных эффектов на кишку, которая не дает спазмов и запоров. Поэтому, если мы ожидаем побочное действие, мы должны каким-то образом подбирать препарат и использовать различные варианты, просто заключенные в липосомальную оболочку. Такие препараты на сегодняшний день в России существуют. Так, дебют в 76 лет, ну, сложно сказать. Может быть, это атрофия, может быть, это иммунодефицит. А если мы говорим про такие изменения. А может быть, это нестероидные противовоспалительные. Здесь надо знать еще какие-то дополнительные детали в этой ситуации при дебюте в 76 лет. Функциональные нарушения чаще всего дают нам неприятные симптомы со стороны верхних отделов. Синдром циклической тошноты и рвоты. Мы должны убедиться в отсутствии органической патологии. Если на гастроскопии ничего нет, все прекрасно. Мы говорим о синдроме, как самостоятельном заболевании, циклической тошноты и рвоты. По римским критериям, пожалуйста, тошнота или рвота один раз в неделю, хроническая, чаще или реже плюс-минус. Исключаем провоцирование рвоты самостоятельное и тенденцию с анорексией. Исключаем нарушение питания, какие-то продукты, которые могут провоцировать функциональные нарушения. Жирные, жареные, стандартные, наш комбинированный первый плюс пятый стол. И исключаем нарушение пищевого поведения. Это самое сложное, коллеги. Здесь, может быть, нам необходима будет консультация психиатра или психотерапевта. И исключаем регургитацию, когда это не тошнота и нервота, а перемещение небольшого количества пищи вверх по пищеводу. Иногда оно может достигать полости рта. И исключаем регургитацию, потому что она включена у нас в синдром руминации. Синдром руминации, как самостоятельное функциональное нарушение, периодически или постоянно, до 50 мл, недавно по отношению к приему пищи, попадает либо в верхние отделы, либо в полости рта с последующим проглатыванием. Это два функциональных нарушения, которые лечатся в соответствии с римскими критериями, абсолютно четко, понятно и просто. Как известно всем антидепрессантами. Или иногда нарушениями моторики. Или препаратами, компенсирующими нарушение моторики. Но тошноту и рвоту могут вызывать медикаменты. Здесь не полный список. Только те группы препаратов, которые могут вызывать нарушение моторики, тошноту и рвоту. Кроме того, токсического генеза, гастроэнтериты, иотиты, инфекции могут вызывать тошноту и рвоту. И кишка и брюшина. Гастропорез-абструкция за счет повышения ретроградного давления и нарушения проходимости. Абструкция и псевдоабструкция тонкой кишки – это уровень чуть ниже. Наши классические заболевания – язва, холецистит, панкреатит, гепатит, колит и функциональные нарушения диспепсии и СРК. Пожалуйста, полный комплект. Но лечение основного заболевания в такой ситуации уменьшает тошноту и уменьшает рвоту. Таких пациентов, у которых есть циклическая тошнота и рвота, надо обязательно просить ввести календарик, в котором они будут зачеркивать дни, когда появилась тошнота и когда появилась рвота. Как календарь менструации. Без этой бумажки на следующий прием они переходить не должны. Потому что память стирает все эти границы, к сожалению. И потом нам приходится очень сложно дифференцировать этих пациентов, потому что иногда пациенты жалуются на то, что тошнота и рвота возникают раз в полгода. Но это вполне себе сопоставимо с частотой появления кишечных инфекций, гастроэнтеритов. Просто пациент не хочет с этим связывать данное состояние. А нам важна фактура, мы должны просить календарь. Влияет ли PH луны на запах изо рта? Однозначно нет. Дальше причины. Центральные причины. Тошноты и рвоты. Это самая проблемная зона, которую мы должны детально проверять, направляя к неврологу. Внутри черепное давление. Опухоли, геморрагии, инфаркты, абсцессы, нарушения оттока из черепной коробки. Демиеленизирующие заболевания. Огромное количество с ними надо дифференцировать. Самостоятельно лучше этим не заниматься. Найдите толкового невролога, отправьте туда. Лабиринтиты различного генеза. Невролог и лор. И психиатрия. Психогенная тошнота. Тревожность, которая провоцирует тошноту. Депрессия, которая провоцирует тошноту. Анорексия, которая провоцирует рвоту. И булимия, которая провоцирует тошноту и рвоту. Исключить сложно. Иногда эти пациенты маскируются. Иногда они не выдают нам правильно и полностью причины на самом деле рвоты. Иногда сами ее провоцируют, а говорят, что она возникает самостоятельно. Эндокринных причин тоже очень много самостоятельно. Думаю, не следует этим заниматься, лучше отправить к эндокринологу. Хотя эндокринные причины тошноты и рвоты являются достаточно тяжелыми заболеваниями. Смотрите-ка, уремия, кетоацидоз, гиперпаратериоз или гиперпаратериоидизм, гипопаратериоз, гиператериоз, болезнь Айдесена, острая порфирия. Такие заболевания обычно остаются замеченными, и пациенты знают о них. Тогда надо компенсировать основное заболевание, тошнота и рвота пройдут. Другие, послеоперационная, циклическая рвота и голодание иногда приводят к появлению тошноты и рвоты. А рвоты как крайняя степень тошноты без содержимого, соответственно. Ну а вот пациентка возрасту около 30 лет перенесла ОРВИ и обострение хронического танзелита в легкой форме. Лечилась самостоятельно, ну как это обычно бывает, ОРВИ зачем ходить ко врачу. Обратилась с затяжными остаточными симптомами. При этом обращает на себя внимание. Черный оттенок налета ближе к корню языка. Сама пациентка тоже заметила появление этого оттенка. О чем можно думать? Первое. О бильярном рефлюксе. Если это ночью, это может быть связано с бильярным рефлюксом. Второе. С бильярной дисфункцией. Третье. Так называемый волосатый язык. Темный, коричневый или черный налет на языке иногда связан с усилением кератоза спинки языка. Тогда нам нужно механическое удаление этого налета. Собственно, это практически всегда решает проблему. Иногда препараты Висмута дают черный налет на языке. Если она их принимала самостоятельно, возможно, она принимала самостоятельно и что-то другое. Например, чтобы защитить себя от побочного действия антибиотиков, как многие пациенты считают, или от побочного действия нестероидных противовоспалительных. Об этом обязательно нужно спросить. У пациента хронический вирусный гепатит В, географический язык Елена Борисовна, не связывайте состояние никоим образом, если только у него нет иммунодефицита на фоне гепатита В. Скажите, пожалуйста, у ГЭРБ есть сезонное течение? Если это ГЭРБ связано с психологическими нарушениями, то сезонность может появляться. Эти заболевания традиционно имеют сезонность. Что шизофрения, что тревожность и другие психологические нарушения. Иногда высокий уровень тревожности способствует расслаблению нижнего пищеводного сфинктера, весной или осенью провоцирует обострение рефлюксной болезни. Можно связывать, но понимать, что это опосредованно через тревожность. Были молодые пациентки, приступы мигрени в виде тошноты и рвоты на фоне месячных. Есть, давайте так скажем, Дмитрий Николаевич, есть некоторый фон. Есть некоторый фон. На фоне месячных дополнительный приступ добирает общую интенсивность до интенсивности рвоты. И, конечно, это закономерно, что у таких пациенток есть. Нужно лечить мигрень. Нужно лечить мигрень. Однозначно. Можно не корректировать менструальный цикл, и нет необходимости обращаться к гинекологу. Но лечить мигрень однозначно надо. Может быть, трептаны рассмотреть как варианты. В этой ситуации противорвотные препараты, которые будут эффективны при мигрении, которые рекомендованы. Механизм при мигрении дофамин, поэтому только метаклопромид. Только метаклопромид. Вестибулярная тошнота. Механизм связан с гистамином и ацетилхолином. Здесь будут эффективны антигистаминные и антихолинергические. При гастроэнтеритах. Дофамин и серотонин. Если это инфекционный гастроэнтерит, дополнительная коррекция не нужна. И антагонисты дофамина и серотонина мы не используем. Но если лечим основное заболевание, инфекцию. Если после инфекции сохраняется, тогда мы пользуемся этой рекомендацией. Антагонисты дофамина и антагонисты серотонина. Послеоперационная тошнота. Механизм опять же тот же. Дофамин и серотонин. Но перед операцией мы делаем профилактику. Антагонисты серотониновых рецепторов. Дерперидол и дексаметазон. У меня опечатка, коллеги. Дексаметазон. И если это не помогает, нет эффекта от профилактики. У большинства пациентов достаточно. То мы используем для лечения антагонисты дофамина, антагонисты серотонина и тот же самый дексаметазон. Бацилус, циреус, сахармицеты. Практически одинаковые показания. Мы расцениваем это как препараты, обладающие антагонизмом с микрофлорой кишки. И при избыточном бактериальном росте мы можем использовать как бацилус, так и сахармицеты. Они подавляют рост и размножение патогенной флоры. Конкурентным образом и конкуренцией за пищевые субстраты вытесняют часть патогенной микрофлоры. Таким образом снижая степень обсемененности кишки. А иногда и приводя к полной эрадикации избыточного бактериального роста. Нельзя списывать патологию щитовидной железы. Гормоны мы можем назначить самостоятельно. Антитела можем назначить самостоятельно. И отправить с этими результатами к эндокринологу. Пожалуйста. Либо при отсутствии отклонений. Ну, соответственно, делаем закономерный вывод, что никакой патологии нет. Однако при нормальных гормонах, при нормальных гормонах могут быть узлы в щитовидной железе. Которые либо поглощают, либо продуцируют гормоны. Поэтому обследование щитовидной железы в любом случае должно быть с двух сторон. Первое – это кровь гормоны. Второе – это узлы или очаговые изменения их агенности. Но патология щитовидной железы обычно не проявляет себя симптомами. И крайне редко при аутоиммунных заболеваниях, например, и у пациентов с сочетанной тревожностью, вот тогда она дает симптомы. Чаще всего даже при зобе – это просто увеличение без каких-либо дополнительных симптомов. Поэтому патологию железы можно просто исключить. Ну вот ком в горле, конечно, является специфическим, чисто психологическим изменением. Это так называемый глобус истерикуса, эмоциональных тревожных пациентов, которые держат их горло. И здесь самое главное для нас будет описание, как пациент будет описывать симптом, как он будет подбирать эпитеты, насколько это будет многогранно, насколько образными будут его сравнения. Если эти сравнения образные, многогранные, опутаны различными деталями, то тогда, скорее всего, у тревожного пациента, у которого есть красный дермографизм, у которого есть мышечные зажимы, мы будем думать однозначно о психологическом, психогенном коме в горле, без каких-то дополнительных сомнений. Ну а антидепрессанты, конечно, мы должны знать действующие вещества. Действующие вещества абсолютно разные, и не всегда мы можем правильно подобрать. Надо учитывать особенности антидепрессантов. Есть сбалансированные, которые мы можем назначать и при тревоге, и при депрессии. Есть седативные, которые мы используем при тревоге только. При депрессии дополнительная седация не нужна. Стимулирующие только при депрессии. А стимулирующие антидепрессанты при тревожности и ажитации мы назначать не будем, они только ухудшат ситуацию. Именно из-за того, что не всегда мы попадаем, не всегда мы попадаем, у пациентов возникает ощущение, что на антидепрессантах стало хуже, если мы не попали. Можно использовать зеленую зону, сбалансировая антидепрессанты. Скорее всего, мы не вызовем никаких ухудшений у этих пациентов, находясь в зеленой зоне. А вот со стимулирующими и седативными я бы оставил это на откуп специалистам, психотерапевтам или психиатрам. Поэтому ком в горле однозначно должен лечиться антидепрессантами, но пациенту нужно до этого донести информацию, так чтобы до него дошло. Коллеги, антидепрессанты не дают моментального эффекта. У них есть период разгона, который составляет около двух недель, но максимальной эффективности они выходят к этому периоду. Поэтому моментального эффекта от антидепрессанта ждать не следует. Если пациент выпил одну таблетку антидепрессанта, и через 2-3 дня у него возникает эффект кома в горле нет, 100% однозначно психогенный ком в горле. Тогда надо продолжать антидепрессанты. Это был эффект плацебо, который сработал у тревожного пациента. На самом деле при более серьезных состояниях, тревоге или депрессии, эффект разгона присутствует, 2-4 недели ждем, и еще один или как минимум 1-2 месяца принимаем. Если за этот период у пациента нет симптомов и нет проявлений, тогда мы делаем закономерный вывод на основании терапии, что это психогенная тошнота. И мы возвращаемся к нашему последнему моменту. Еще немножечко нам осталось обсудить сложные симптомы. К сожалению, не можем их обсуждать совсем детально и полностью, коллеги. Но анемия. Анемия. Смотрите, какие варианты этиологии у нас есть. Красным выделены связанные с желудочно-кишечным трактом. Есть и маточные, почечные, яйтрогенные, носовые кровотечения, но и желудочные, и пищеводные, и в том числе эрозии, и в том числе рефлюкс изофагит, и в том числе кишечные, и те же самые воспалительные заболевания, язвенный колит, болезнь крона, геморрой, о котором мы забываем иногда, алиментарные недостаточности, недоедаем питание, недоедаем, мясо не того качества, модные диеты, которые безбелковые, без железа, анорексия и вегетарианство, конечно, вегетарианство, нарушение всасывания при энтеритах, которые мы практически не обследуем, синдром нарушенного всасывания различной эогенеза, оперативные вмешательства, ну, сейчас модно, бариатрическая хирургия, конечно, поэтому некоторые пациенты испытывают дифтит железа. Повышенная потребность, беременность, лактация, интенсивный рост дети редко, только в эндемичных зонах паразитарные инвазии должны рассматриваться. Поэтому большинство причин, связанных с дифтитом железа, это желудочно-кишечный тракт. И мы должны помнить о том, что железо не падает моментально, только при остром кровотечении. С нарушением всасывания в дефиците времени, коллеги, я позволю себе несколько упростить ситуацию и провести аналогию с дифтитом железа. Дефицит кальция формируется примерно по тем же причинам. За исключением того, что на него влияют гормоны щитовидной железы, пара щитовидных желез, а влияют гормоны женские половые, вот практически вся разница. И он не теряется в таком объеме с кровью. Но его меньше попадает в организм. Качество молочных продуктов оставляет желать лучшего. В основном сода. Мы помним гигиену, общественное здоровье и гигиену, и экспертизу молочных продуктов. К сожалению, их очень просто подделывать сейчас. Все порошковое. Поэтому кальция недополучаем. Мы недополучаем витамина D, который должен с этим кальцием поступать одновременно. Есть конкуренция за всасывание с нестероидными противовоспалительными. И принимая нестероидные противовоспалительные, ни о каком кальции речи быть не может. То есть в основном лекарственное поражение. Лекарственное нарушение всасывания. А говоря про железо, здесь ситуация немножко иная. У нас есть большое депо. Большое депо, а именно ферритин. Поэтому снижается железо постепенно. Сначала снижаются запасы, потом переносчики. И потом мы видим изменение гемоглобина. Поэтому говорим с вами о прогрессивном дефиците железа. И видим внизу слайда, показано постепенное поэтапное снижение. Поэтому ранним маркером дефицита железа является снижение ферритина. Но при наличии системного воспаления, или в принципе большого системного ответа, за счет другого механизма, гипсидинового, ферритин будет повышен. Напоминаю, в норме есть три блока. При дефиците сначала снижается ферритин, потом возникает анемия. И здесь чаще всего при анемии уже появляется симптоматика. При хронических заболеваниях, за счет воспаления, инфекции или объемных образований опухолей, макрофаги выделяют иммунные вещества, интерлейкины и факторы некроза опухоли. Они уменьшают эритропоэс в костях. Они снижают эритропоэтин, который нужен для продукции эритроцитов в почках. Они действуют на печень, макрофаги и интерлейкины. Уменьшается, изменяется количество гипсидина, и в итоге всасывание железа падает в кишке, а ферритин в печени накапливается. Железо не попадает в организм, а в печени в депо много ферритина. Поэтому у нас есть алгоритм, с помощью которого мы дифференцируем хроническое заболевание и дефицит железа. Это трансферин, который может быть повышен при железодефиците, за счет того, что он должен хватать переносчика компенсатора, и его становится больше. При хроническом заболевании снижен. И ферритин при дефиците железа снижен, при хроническом заболевании может быть нормальным, может быть повышен. Специфические маркеры не везде можно сделать, к сожалению. Это растворимые рецепторы трансферина и уровень цитокинов, которые четко дифференцируют хроническое заболевание от дефицита железа. Но доступность оставляет желать лучшего. Компенсировать анемию можно разными способами. Пожалуйста, компенсация питания. Кто бы из вас порекомендовал, это как первый этап. Медикаментозная терапия. Ну и инфузионное железо. К сожалению, диета достаточно насыщенная, 2000 килокалорий, содержит всего 10 миллиграммов железа. Как мы можем восполнить за счет такого количества дефицит? Практически нереально. Исследования говорят о том, что физиологические механизмы выведения железа отсутствуют. Именно поэтому мы имеем перегрузку железом в некоторых ситуациях. Когда мы даем избыток железа в виде препаратов, у нас формируется так называемый синдром перегрузки железа. Но всасывание это очень ограничено. Биодоступность железа при смешанных диетах всего-то 15%. При вегетарианских до 10-12%. Нереально восполнить. И лекарствами не всегда реально восполнить. Почему? Вот она конкуренция. Витамин С необходим для всасывания, так же, как и другие вещества. Если мы не даем, всасывание уменьшается, не такое большое. А вот если мы потребляем танины чая, карбонаты, оксалаты, фосфаты, нестероидные противовоспалительные, тетрациклины, на этом основаны многие религиозные диеты, в том числе кошерная еда, нельзя мясо и молочное, кальций и железо. То тогда доступность железа снижается. К сожалению, снижается, и рассчитывать на компенсацию нереально, коллеги. Пероральные формы железа двухвалентные, трехвалентные. И те, и другие препараты бывают в липосомальной форме, которая защищает нас от побочных эффектов. Ну, железо двухвалентное лучше всасывается, но больше побочных эффектов. Трехвалентное хуже всасывается, но меньше побочных эффектов. И мы понимаем, побочные эффекты возникают в основном на двухвалентном железе за счет процессов окисления, потому что в депо железо находится в трехвалентной форме. Трехвалентная форма предполагает окисление двухвалентного железа. Дальше оно уже включается в процессе, но вот это само звено окисления дает всю побочку. Спазмы, боли в желудке, раздражение слизистой, боли в кишечнике, нарушение моторики кишки, ну и, собственно, черный стул и, собственно, иногда и запоры. Немецкие исследования, пожалуйста, университетская клиника Гамбурга проводила исследование по доступности железа. Оказывается, при приеме пероральных препаратов она крайне низкая. Смотрите-ка, смотрите-ка, дозы суточной двухвалентного и трехвалентного железа из этого доступность, доступность из 100 мг – 11, из 115 мг – 5, из 80 – 11, из 100 мг – 2 трехвалентного железа. Поэтому доступность низкая. И в ряде ситуаций мы можем использовать следующий подход, коллеги. В осеннюю сессию обязательно обсудим воспалительные заболевания, недифференцированные и недифференцируемые колиты, заболевания желчеводящих путей, а трофические гастритные – это камни преткновения, мы обязательно должны про них поговорить. Но тематика обсуждается, я очень прошу вас писать темы, которые вы хотели бы услышать. Не могу называть торговые названия, у нас не коммерческий проект, поэтому молчком можете погуглить или забить в Яндексе, и вы увидите все препараты железа в липосомальной оболочке. Можно использовать двухкратную дозировку по сравнению с рекомендуемыми липосомальными препаратами, потому что побочных эффектов нет, быстрее восполним. Либо использовать подход внутривенного железа, смотрите-ка, железо сыворотки после внутривенного железа восполняется быстро, верхний график мы видим, затем железо сыворотки падает, это логично и закономерно, потому что железо уходит в работу, и ферритин восполняется достаточно быстро. Поэтому у пациентов, не имеющих тенденцию к снижению железа, оправдан подход. У пациентов, не имеющих тенденцию снижения железа, а просто статично имеющих анемию железодефицитную, оправдано восполнение дефицита железа однократное с использованием внутривенной формы. Потому что зачастую мы не можем просто-напросто перорально восполнить этот дефицит, и нам нужно одномоментное восполнение с последующим контролем, и зачастую у пациентов с дефицитом железа хроническим, стабильным, однократное восполнение железа внутривенными формами компенсирует ситуацию полностью. И нам не нужно дополнительно никаких мероприятий, потому что действительно неэффективно бывает терапия железа. И по статистике, как это ни печально, отсутствие дефицита является самой частой проблемой. Иногда мы лечим железом B12-дефицитную анемию, фолиеводефицитную анемию, а или анемию воспаления, при которой нет дефицита железа, а есть нарушение гипсидина и нарушение обмена железа. Иногда мы недостаточно дозируем препараты, иногда нужно больше, и этому мешает побочный эффект от двухвалентного железа и недостаточное всасывание трехвалентного. Нарушение всасывания в кишечнике, особенно при воспалительных заболеваниях кишки, при недифференцированных и недифференцируемых колитах, о которых вы пишете, препятствует всасыванию и атрофия. Недостаточная длительность. Иногда мы даем короткий курс, или пациент не тянет, не тянет выполнить полностью рекомендацию. Ну и сочетанная анемия вместе с B12, вместе с фолиевой кислотой и другими вариантами. А также скрытая кровопотеря из желудочно-кишечного тракта, которую мы должны с вами выявить у пациента с хроническим заболеванием, полностью восполнив дефицит железа и контролируя через месяца-два, какая будет динамика на фоне этой терапии. Мейроэндокринные опухоли – очень интересная тема, я думаю, что мы тоже этого коснемся. Ну а напомню вам, что скоро нас ждет День медицинского работника. А я очень благодарен вам, коллеги, что вы несете нашу медицинскую лямку. И, конечно, следите за новостями, следите за своей квалификацией, в отличие от некоторых специалистов, которые просто делают справки или выдают больничные листы. Поэтому вам огромное спасибо, доктора, за то, что вы интересуетесь, за ваш интерес, и, как говорится, нашего человека надо уважать уже за намерение. К сожалению, не всегда за это приходит благодарность сразу, но пациенты видят и чувствуют квалифицированных врачей, поэтому я очень рад, что мы с вами вместе делаем такое большое дело, повышая нашу с вами квалификацию. Как вы, слушая меня, так и я, слушая ваши вопросы, которые для меня крайне интересны, поэтому задавайте, я буду вам очень за это благодарен. Я напомню, что несколько руководств по гастроэнтерологии есть. В этом году вышло обновленное издание со всеми рекомендациями. В интернет-магазине издательства 03 Бук вы можете заказать их в любую точку. Стоимость там какая-то мизерная, что-то около 150 рублей. Я думаю, доступна для любого доктора. Содержание очень краткое, конкретное, как раз то, что нам нужно на амбулаторном приеме. Мы будем планировать с учетом ваших пожеланий. Это пока предварительный вариант, мы можем его откорректировать. Жировую болезнь печени, фиброзы, печеночные синдромы, портальная гипертензия и прочие-прочие-прочие паразитов, микозов, кандидозов, грибов. Избыточный бактериальный рост, наверное, воспалительные заболевания и вне синдромы, вне пищеводные, вне печеночные, вне кишечные и какие-то ваши тематики. Я буду ждать ваши предложения и пожелания по синдромам и симптомам, а может быть даже и по заболеваниям. На почту, ватсап, вайбер, что вы хотите. Мои координаты есть на слайде, на сайте. На сайте я сделаю в ближайший день два анонс новостей мероприятий, которые будут проходить. И я думаю, что буду там вывешивать свои мероприятия. Если у вас будет желание и возможность присоединяйтесь к живым мероприятиям, не в интернете. Хотя интернет-мероприятия позволяют нам стереть границы. Я очень рад, что так получается у нас с вами коллеги общаться. Спасибо вам большое. Поздравляю вас с наступающим днём медицинского работника. Желаю вам профессиональных успехов и хорошей, доброй, приятной благодарности от пациентов. Чтобы пациентов у вас было всегда достаточно. И чтобы в вашем рационе была такая фраза, что мы не нуждаемся в пациентах в хорошем смысле этого слова. То есть мы настолько хорошо их лечим, что они настолько быстро выздоравливают, что мы имеем огромный поток, и лишних пациентов нам не надо. Мы хотим их вылечить. Мы не будем их, как многие, к сожалению, сейчас грешат, несколько раз пинать на диагностику, назначать избыточные обследования. Мы ограничимся тем, что действительно пациентам надо, и это вернётся к нам с вами, коллеги. Спасибо вам большое. Поздравляю вас с наступающим праздником. До скорых встреч. Следите за новостями на сайте. Субтитры создавал DimaTorzok